А это Е4? Е4. Она поет... У нее на репите. Она мне говорит, поставь, отпусти. Поставь другую песню. Не хочу просто называть название. Мне моя девушка только что написала, чтобы я не дергал нос, и вел себя поспокойнее. К чему бы? Спасибо большое. Успокойся. Я нервничаю. Я человек. Я не железок. И я... Так как я начал это говорить уже, я хочу передать ей привет. Моей малышке. Моей любимой жене. Которые сейчас Ева говорит, сидят и слушают. Пошел вопрос во время онлайн. Лика спрашивает, ребята, Диму Шишкину возьмете? Естественно. Дима Шишкин наш тур-менеджер. Бессменный. Когда-то просто, я может напомню людям, которые были более близки с нами. В какой-то момент в группе остался только я и Никита, и на сцену пошел человек в маске. Человек-чемпиона. Он был полностью в целом костюме, у него была золотая маска, золотое лицо. Это и был Дима Шишкин. Сейчас же он наш тур-менеджер. Но выступать с вами больше не будет, да? Нет, но мы втроем на сцене. Вот и все. Если что-то случится с нами, с одним из нас, и придется сделать замену, то Дима, конечно же, выйдет на сцену. Он всегда готов. Костюм всегда с ним. А тур-менеджер уже расписал гастроли? Мы сейчас отказываемся почти от всех концертов, в силу того, что шоу очень подготовлено. Но так или иначе, да, мы готовы принимать свои предложения. И как только наше шоу будет готово, что случится в ближайшие полтора месяца, мы сразу же поедем дарить людям счастье. Это как торт. Если он не пропитался, даже если все слои уже лежат, но как бы он невкусный, так и наша группа, она должна дойти, подождать совсем чуть-чуть. Да, мы ставим этот проект на ноги сейчас. Настоятельно. Витамины разные нужны для этого детища. Микробиологические элементы. Макробиотическая кухня. Ну и все остальные слова. Следующий вопрос. Арина спрашивает, были ли у вас какие-то нележные случаи во время концертов или после их? Можете вспомнить какую-то историю? Или после в жизни, в принципе, да? Можно я расскажу? Да, у нас был самый классный концерт. Мы еще туда были все втроем. Это был Шымкент. Мы собирались туда очень странным образом. Мы прилетели вообще совсем не в Казахстан, в какую-то страну ближайшую. Переезжали через границу на джипах, потом переходили ее пешком, садились другие джипы и ехали уже в Шымкент. По приезду мы приехали. Там такие дороги, что кроме как джипы я на них не мог. Там лучше летать. Я еще маленько напомню, что купить в Шымкенте джип, нужно взять пакет денег, такой большой. Потому что у них такой курс, что деньги на джип только в пакете вмещаются. В общем, да. Поэтому мы приехали, сделали саундчек. И когда уже вышли на сцену, начался концерт. И на первой песне мы открываем наше шоу «Я устал», и я увидел, как такой огромный Казах, он берет славянскую девушку, подмышки, и в ритм, просто тычет там в сцену. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вот она болтается, я смотрю, а у меня на лице как бы растерянность, ну такая легкая даже, я бы сказал, тяжелая. И она как бы не знает, как реагировать. Она вроде и перед нами, ей стыдно, что ну вот это все дело происходит, как бы это, ну не по-человечески, но человеком тыкать в сцену тоже. Не совсем как бы, щенками обычно так делают. Ну, редко очень. В общем, и у него такая легкая растерянность, ну а потом через три песни буквально включается свет, и разбивается бутылка сзади нас, экран сзади стоящий нас. И я так чувствую, знаете, когда что-то возле лица, так вибрацию чувствую, и я вот чувствую осколки, да, они так летят. И я поворачиваю голову направо, смотрю, уже дверь в племенку как бы открыта, и ребята туда почти зашли. А я еще на сцене. Я как бы думал, что надо что-то делать, но я побежал за ними, потому что, ну, я не знал, что делать дальше. Вот. Нас уговаривали еще раз выйти на сцену, минут сорок, мы отказывались, но потом нам сказали, либо вы выйдете на сцену, либо вы не выйдете вообще. Ну, мы вышли на сцену. Такой курьез. Тара-тара-там! После этого в Казахстан мы ездим только в Астану или Балматы. Это в Шенкен, по-моему? Максимум в Карагангу. В Казахстане? Нет, в Казахстане. В соседнем стане. Нет, нет, нет. У вас есть какие-то истории, связанные с поклонницами? Нелепые случаи? Возможно, преследовали... Один раз! У меня поклонницы пытались кислотой. Есть не только нелепые, и прикольные истории, связанные с поклонницами. Кислотой? Кислотой? Я не выдумал его, чтобы так реагировать. Что кислотой? Что кислотой? Зачем кислотой? Никто, конечно, такого нет. На самом деле, истории очень много, и когда мы только начали Коспислос, у нас даже была вот эта волна эмоциональных поклонниц, которые... Которые ждали возле дома. Ждали везде, приехали везде, ночевали на вокзале, скрывали вены, да, походу. Тоже это было. Потом как-то все вошло более, ну, в мирное русло, и мы надеемся, что... Так все и будет продолжаться. Да, мы стали говорить, что давайте дружить, мы будем наших поклонников называть друзьями, ни в коем случае не фанаты. Ну, что фанатизм, это не близко нам. Это, сказать, слепая вера, ну, сродни слепой веры. Когда ты веришь во что-то, ты сам не понимаешь что, ну, потому что все говорят, и ты давай, да, я тоже. Поэтому вот классные вопросы там, на самом деле, а что нам ждать там, мы нормальные или нет? Ну, то есть сомнения, это признак разума. Нам будут близки такие поклонники, которые доверяй, ну, проверяй, вот это все. Да, мы как бы, здесь мало наивных историй сейчас. Все серьезно. Хорошая музыка, хорошее шоу, хорошие фотографии, видеоклипы, как бы, подходит, пожалуйста, но мы никому не навязываем свою группу. Мы ни с кем не соревнуемся, мы уверены в своем успехе. Мне недавно предлагали даже в партию зеленых вступить, но вот хотелось, мне серьезно. Это... Когда нам выбрать? Сейчас скоро будут, они там... Вроде не зеленые, нормальные. Да, я... партию зеленые. А тут такой следующий вопрос. Катя спрашивает, для Никиты вопрос. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты обзавестись семьей? И кого ты больше хочешь? Мальчика или девушка? Катя спрашивает. Ничего. Когда уже нет? Потому что Катя на маму, на самом деле. Хорошо. Катя, планируешь или нет? Дома поговорим, Катя. Ну что? Говори, планируешь обзавестись? Я уже ответил. Он дома, Катя, расскажу. Как мне назовем его? Следующего поговорить. Мы мало касаемся вопросов личной жизни, потому что это все остается... По касателям пошел. Да. В нашем личном пространстве, которое мы хотим оставить для себя. И пусть все люди, которые пытаются всеми силами забраться в этот наш теплый уголок, они себе на носу зарубят, что нет туда входа. Нет. No endurance. Осторожно, злая собака. А так мы очень милые, конечно, во всем остальном. Но я просто открытый, с открытым сердцем подходим к всем нашим гостям. Чмаф, чмаф. Муамуа. Вопрос от Ани для Кости. У тебя день рождения уже не за горами, что бы ты хотел получить на него? Что бы ты хотел получить на него? Не, ну вот приносите, посмотрим. В этом году без бишь листа. А за какими не за горами? 4.02. Я вас приглашаю. Ну все знают. Подарок. Да. Один влюблен. Подарок всем. Влюбленным. А какие вообще необычные подарки вам давили? Это от вас вопрос? Это от читателей. Да не врите. Это от читателей. Мне подавили как-то раз... Один влюбленных? Один влюбленных две буквы. Мою и Антон. Не, ну а что? Целуй, дай палентинке. Да. У меня никогда на День влюбленных ничего не доедали, даже в школе. У меня была одна Валентинка и тот моей мамы. У меня украли очки на концерты. Да. Ну что это поздравили Костя и тот Чингапана. На самом деле наши поклонники, я помню, старого какого-то образца, достаточно спонтанные. Они могли в любой момент извлечь. Подарок. Из себя прямо. Да, да. Прямо из сердца. И никогда не знаешь, что это на день рождения. Мы так скруживали им голову, что их там аж... Обычно в этот день мы на концерте, так что увидимся обязательно. Да. Вот давайте следующий вопрос. И читатели Влад Лена спрашивают. Скажите, как вы пришли к вегетарианству и есть ли у вас какие-то любимые блюда? И ведете ли вы здоровый образ жизни? Мы ведем очень здоровый образ жизни. Так или иначе мы все пришли к вегетарианству. Я был, заводил и сказал, Эй, погнали, вегетарианство. Это класс. Вот. И завел много людей в это все, да. Нам всем это очень нравится. Завел на склад овощей, показал, что ты сможешь. Закрыл. Закрыл и все. Мы продолжаем. Это весело, легко, здорово. От слова здоровье, наверное. Здорово. Отлично. Мое любимое блюдо сейчас по утрам. Я кушаю заварные хлопья. Просто овсяные хлопья заливаешь кипятком, добавляешь ягоды. Годжи, мед. Немножечко кунжута. И также молока. В банке ты делаешь? Нет. Ешь в банке. В банке? Нет. И все. И утро начинается просто прекрасно. А я на самом деле заключил с томатным супом, Кэмпбелл с американским контрактом. Мне как бы... Не надо готовить. Да вообще мне не надо готовить. Надо открыть банк. Все. А алкоголь? Из-за лидия воды? Что ж? Алкоголь? Бе. Курение алкоголь. Моя дочь говорит фу, бе. Бе. Максимум кефир. Да, да. Из-за алкоголя кефир. Здоровый образ жизни или алкоголь? Айран. Айран. Кефир. Скажите, пожалуйста, ну как может быть здоровая жизнь в таком городе, в котором мы все живем? Все мегаполисы, они пропитаны злом, дымом и стрессом. Как даже если ты кушаешь всего лишь пророщенную пшеницу, да, можешь чувствовать себя здоровым. Как... Я предсоветую всем хотя бы в 10 часов вечера ложиться и просыпаться пораньше, уже здоровье станет лучше. Но как это сделать в том режиме, в котором мы находимся? Конечно, невозможно. Это почти невозможно. Я сегодня еле проснулся на КП. А все эти еще стрессы. За ночь. Все. Наша группа. А если еще принимать какой-нибудь допмент, который может навредить твоему здоровью, так это вообще жизни не будет. Ну да, это же можно так и помереть, но быстрее. Но стресс обычно заедается, а вам же есть нельзя получается. А че нам нельзя есть? Да, почему нельзя? Мы запиваются. Ну, я люблю теплую воду с лимоном. Каждый день пью и чувствую себя немножко опьяненным. Я, честно, за 8 лет вегетарианства у меня вот еда, там быстро очень все проходит. Наладилось, да? Наладилось и хорошо, да. Перестаньте-ка. Но артисты с чего пьют? На гастроле ты серьезно пытаются угостить, а вы получаете что? Ну, это другие артисты. Мы просто не очень душолюбные. У нас много людей, кому можем это говорить. Мы просто не... Как это? У нас нет этого блока выйти на сцену, что нужно там, сколько-то граммов. Мы не боимся сцен. У нас не трясутся руки там. Есть такие хирурги, знаете, ну вот, у них в силу обстоятельств они как бы все делают классно, но вот без 50 граммов коньяка скальпель не режет. Но как бы мы против хирургии, мы за аюрведу. Да что уж там говорить. Сам Булгаков, извините меня, сделал одну операцию, разворот ножки, будучи под состоянием морфического опьянения. Поэтому, тут знаете... Булгаков он такой, да. Он, кстати, есть отличный музей в Киеве. Очень хороший. Там очень вкусный чай, я рекомендую. Там кафе, и бабушки выносят по старинным рецептам. Дорогие друзья, все, кто слушает нас сейчас онлайн, встречаемся в музей Булгаково. Андреевский спуск, дом Музей Булгаково. Печатор в 3 часа. Давайте следующий вопрос от читателей. Также Катя спрашивает, кем вы хотели стать в детстве или вы всегда мечтали стать танцорами звездами? Я всегда в детстве был танцором, и поэтому никем не мечтал стать. Серьезно, я так рано стал всем этим заниматься, что в абсолютно неосознанном возрасте. Я смотрю фотографии, где мне 6 лет, и я там стою с партнершей, и не понимаю. Похоже, это было до осознанного желания стать артистом. Идентичная ситуация, на коньки меня мама в 6 лет поставила. Я даже сам сейчас не понимаю, зачем она мне надо было, и что произошло. Но так произошло. Зато я не боюсь роликов от комиков. В детстве я мечтал заниматься большим теннисом и бушидо, но в Ковшировке, это маленький поселок Хальковской области, откуда я родом, там не были только футбол и бальные танцы. На первой тренировке по футболу меня поставили на ворота сразу. А другие игроки были уже намного более опытные. Они были и постарше меня, конечно. Мне попало мячом. Да, мне попало мячом. Хорошо, если бы в лицо. Но так или иначе, я эту тренировку, ну я провел остаток тренировки на скамье запасных. И поэтому пошел на бальные танцы. И бальные танцы стали для меня чем-то, что-то второго дома, зал, в котором я занимался. Потому что это индивидуальные занятия, это и общие групповые занятия. Также я потом стал тренером по бальным танцам. Я не видел родственников, занимался только бальными танцами. К чему это все привело? К тому, что бальными танцами я сейчас не занимаюсь почему-то. Хотя очень хотел. У меня когда привели на бальные танцы, я позанялся 2 месяца. Через 8 месяцев я сказал тренер, походу ваш ребенок больше не вырастет, а партнершу будет очень сложно найти под метр 60. Так что не варик. Пусть идет сольное что-то. Не, бродежа найти легко, но рядом с этими чуваками... Ну да, у нас не видно было бы на соревнованиях. Дорогие родители, не отдавайте людей на бальные танцы. Детей, то есть. А говорят, что они наоборот очень хорошо организовываются. Мне кажется, надо, знаете, не реализовать. Я, кстати, скажу про это. Инсайдер. Потому что это дорого. Ну, реально, выкачиваем. Никаких перспектив. Да, никаких перспектив. То есть это лакшери вид спорта. Британия и все такое. Королевский двор. Там все происходит. То, что происходит в Киеве, это вообще не о чем. Лучше развивать какой-то свой стиль всегда. Ну, пусть это будут бальные, но если это какой-то взрывной контент нужен. Вот что сейчас нужно. Либо, если это девушка, нужно стараться выгодно выйти замуж. Есть только два пути. Либо взрывной контент, либо, ну, как бы, спонсор. Чтобы выйти замуж, ей нужно ходить на уроки макияжа. Кстати, тут бальные танцы. Балет. Может быть, кстати, потому что санта. Санта. Находить, знаете, чтобы развивать свою личность. Вот девушка следит за своей внешностью в основном. И вот, если бы, ну, они так сделали часто, уроки всякие брали, то тогда бы это и помогло бы в будущем. Но не с целью стать звездой балетан. Но это утопит. Да, с целью стать звездой своей семьи. Это было бы круче. Ну, хотя бы... Или хотя бы звездой города. Подъезд. Ребенок, с двух лет требующего отеля на танцы, будет фуэтэпо в средней квартире. Так, балет. Балет. Более благородный вид спорта. Вы за благородные виды спорта. На украинские народные танцы можно близки. Это тоже работа у станка. В принципе, классика изучается. Если не подходит классика, есть модерн. Современная хореография. А бальные, это такие узкие рамки. Они находятся внутри, там, гимнастика, допустим. Это ты понимаешь, что ты будешь только гимнастикой заниматься, а только балетами и танцами. Давайте следующий вопрос. Вот пришел вопрос во время онлайна от Ольги. Взрослые мальчики, взрослый формат, уставшие глаза. Вопрос. Примут и поймут ли вас девочки, подростки, или данный проект рассчитан на более взрослую аудиторию. Я не знаю, где там видно алтажные глаза в веб-камере. Знаете, друзья, мы просто рассчитываем на... Ну, как там было, девочки, подростки? Девочки, подростки. Да, девочки, подростки. У нас есть определенную прослойку населения. Мы принимаем всех у нас в гостях. И наш огонь, он согреет всех тех, кто сможет подойти поближе и захочет подойти. А какой возраст? Ну, это уже не так уж у вас. 100%. Есть песни, и они нравятся. Это основной залог всего, всей этой связи нас и людей. У нас даже когда была песня, первая называлась. Она была, в принципе, о теме кокаина. Но никто так и не понял, что... Маленькие девочки, взрослые женщины. Я все равно ничего не понимаю. Еще, конечно, очень круто, чтобы песни нравились взрослым людям. Очень взрослым людям, бизнесменам, это всегда... Или их женам. Да. Нормальная тема. В основном они не такие уж и маленькие подростки. Это шутка, но утрированно Антон вам говорит, что у нас абсолютно разная аудитория и музыка первична. Я именно, да, так и делал. Про глаза показалось 100%. Да. Никакой усталости. У меня когда-то был случай в Нью-Йорке. Я шел по Нью-Йорку с друзьями, и тут выходит мужчина с женщиной. Он делает, значит, из магазина, и делает такой фингинг. Он дает своей жене фотоаппарат и говорит, ой, я тебя узнал, иди сюда. И обнимает меня, и заставляет свою жену сфотографировать. Так что... Абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. Главное, чтобы глаза были искренние. Разное восприятие у каждого человека. Конечно. Просто глаза — это зеркало души. Душа не может быть уставшей, потому что она вечная. Никогда не умирающая. Никогда не рождавшаяся. Поэтому наши глаза — они не уставшие. Это просто неудачный кадр, где вы видели. Такое бывает. Сейчас так много фотографий. Вопрос. Я же говорил, что люди за кадром подтверждают. Итак, да, следующий вопрос. Тут так же я пришел во время онлайна. Наталья написала. Есть ли у вас в планах открыть танцевальную студию в Киеве? Говорю, желание прийти к вам на мастер-класс. Да, нормальная идея. Мы обдумаем. Спасибо большое. Давайте следующий вопрос. Если будут танцы какие-то неординарные. Давайте еще, чтобы кто-то разогрелся этим желанием. Почему нет? Да, такой вопрос от Евы. Как вы ощущаете себя перед выходом на сцену? Какое это в основном чувство? Это чувство восторга. Это чувство не описать словами. Адреналин. Это чувство нельзя сравнить с чем-либо еще. Потому что человек, который не выходит на сцену регулярно, он не сможет понять этого. Кровь кипит. Да, это чувство, у которого нет больше аналогов. Гармония. Гармония? Ну, лично иногда у меня все сходится в идеальную какую-то... Когда ты слушаешь первую вибрацию первой песни, то твое тело, оно движется в унисон. Оно играет в унисон этой вибрации. И ты становишься одним целым со звуком, с музыкой, со зрителями в зале. Ну, не знаю, как описать это чувство. Ну, бывало иногда, что, конечно, мы стоим такие вот перед концептом уже. А спать так хочется сильно. И кушать. И помыться иногда даже. Но нужно выходить на сцену. Поэтому эти чувства, они не описывают. Просто фонтан. Да, Иначе. Я надеюсь, я сделал так, как человек хотел этого. Палитрочка. Палитра любви. Такой вопрос Алена спрашивает. Скажите, вы продолжаете общение с Женей Мельковским, группой Нервных? Я вчера про него только думал. Он такую красивую фотографию запостил. Стал так приятно выглядеть после того, как в последнее время. И я подумал, почему бы нам ребята с ним не посотрудничать. Я вообще за. В общем, посмотрим. Для этого не планируется, да, в ближайшем. Похоже, что нет, да. Но Женя наш приятель и друг, кстати. Фанат даже. Лично меня вдохновляет, что отлично катается на лонборге. Просто он выиграет какие-то конкурсы. Хорошо. Спасибо за ответ и завершающее слово для читателей КП Украины, также поклонников группы Огонь. Дорогие читатели КП Украины и слушатели группы Огонь, мы очень рады были встретиться с вами сегодня. И наши встречи, они не заканчиваются. Мы постоянно с вами на связи на наших соцсетях, на Фейсбуке, Вконтакте, Инстаграме. Мы ответим на все ваши вопросы. И очень круто, что вы интересуетесь нашей группой, так как мы интересуемся тем, чтобы общаться с вами дальше. Это была группа Огонь, Никита, Костя и Анна. Спасибо большое всем вам.